Вот такие привлекательные со всех сторон дворы могут появиться во многих районах Хабаровского края. Разработать их дизайн взялись студенты ТОГУ. Проект Семена Сатрединова не требует огромных денежных вливаний, зато может принести огромную радость жителям дома по улице Карломарца 88. Здесь из необычного, скорее всего, суперграфика, то есть на фасадах, что в Хабаровске я довольно-таки редко очень видел, где-то, может, в одном месте, скорее всего, я уже даже не помню где. Ну, я предложил такую идею, чтобы как-то разукрасить двор, а то сам двор по себе, вот, фотофиксация есть, он никакой. Проекты дворов – первая серьезная работа этих студентов. Они участвуют в конкурсе формирования комфортной городской среды. Лучшие разработки дизайнеров реализуют. Должно быть все гармонично, и главное, чтобы было удобно жителям. Чтобы жители были рады, студенты производили социальные исследования. Я выбрала двор по улице Кайдара 12 и провела честоронний анализ. То есть я пришла вечером, проанализировала количество машин, проанализировала проблемы этого двора, проанализировано было также в ходе общения с жителями, что они предпочитают, что им хотелось бы в дальнейшем. Федеральная программа по благоустройству придомовых территорий рассчитана до 2022 года. В течение этого времени дворы Хабаровского края будут преображаться. Уверены, что федеральные средства не только в этом году, а к нам пришло 300, более 300 миллионов рублей, но и в последующие годы будут приходить на софинансирование этого важнейшего, приоритетнейшего проекта Российской Федерации. Победители конкурса дизайн-проектов поощрят, как именно, пока не придумали. Но что нужно студентам в нынешней непростой финансовой ситуации, догадаться нетрудно. Мы архитекторы. Сколько за обучение платите? Ну вот, платное обучение в этом году сколько стоит? 160 тысяч за год. А эти проекты вы делаете бесплатно? А эти проекты мы делаем бесплатно? Как курсовая проекта? Да, как курсовая. Переображать дворы с помощью проектов начнут в июле этого года. Освещать ход работ намерены Павел Игошин и Денис Лесняков. Программа «Настоящее время».